Это частная жалоба вопреки моей абсолютной правоте. Басманное право проникло в Казахстан. Член Алматинской городской коллегии адвокатов Александр Разинцвайк второй год доказывает, что обыски казахстанских адвокатов по делу Ходорковского были незаконны. Сотрудники Следственного комитета России в сентябре 2012 и в апреле 2013 года провели обыски у его подзащитного Игоря Новикова, известного казахстанского юриста, и у его жены. Все это было сделано на основании постановления Басманного районного суда города Москвы. Совершенно понятно и очевидно, что юрисдикция этого суда может распространяться только на территорию Российской Федерации. Центром подготовлена монография верховенства права как фактор экономики. Среди изъятого у супругов Новиковых, экспертов области права, проект третьего тома монографии «Теория доказательств». Российские силовики обвиняют граждан Казахстана в том, что в своем научном труде они создавали иллюзию необходимости гуманизации уголовного права России в интересах Михаила Ходорковского, чтобы таким образом создать законодательную основу для досрочного освобождения бывшего олигарха из заключения. В этой истории от действий российских следователей пострадал и сам защитник. Розенцвайк сообщил, что на основании постановления того же Басманного суда была произведена выемка его финансовых документов. Это еще одно грубое нарушение казахстанского законодательства. Он не просто гражданин Казахстана, он еще действующий адвокат. А у нас в законе об адвокатуре записано, статья 17, что адвокатское дело производства и все касающиеся с ним документы и материалы и изъятию, выемке и обыску не подлежат. Сегодня городской суд Алматы отклонил очередную жалобу защитника Новиковых. Александр Розенцвайк говорит, что теперь в поисках правды ему остается обращаться только в Организацию Объединенных Наций.